Здравствуйте, дорогие ученики 9 класса! Сегодня мы с вами будем продолжать изучать удобрения и на разбор возьмем фосфорные и калийные удобрения. Начинаем, ребята, изучение с фосфорных удобрений. А для начала давайте посмотрим, для чего нужен элемент фосфор. Смотрим, фосфор усиливает способности клеток растений к удержанию воды, что повышает стойкость в засушливый период и морозы. Использование фосфорных удобрений ускоряет плодоношение, повышает содержание сахаров и белка в плодах. Культурам особенно требуется фосфор в начале роста. Дальше смотрим, ребята, как определить, что не хватает растениям. Нехватка фосфора в почве приводит к замедлению роста растений. Листья становятся темно-зелеными с голубоватым оттенком, а стебли лиловыми, фиолетовыми. Корневая система плохо развивается. Урожай позже созревает, а стойкость к болезням серьезно снижается. Ребята, из данных информации мы с вами уже можем четко знать, как важен фосфор для растений. Продолжим. И к наиболее широко применяемым фосфорным удобрениям относятся. Первое это фосфоритная мука. Ее получают измельчением фосфоритов. Основную часть фосфоритной муки составляет ортофосфат кальция. Записали формулу. Это кальций-3, ПО-4 дважды. Продолжаем, ребята. Который в воде плохо растворим. Под действием кислот она превращается в растворимые соединения. Поэтому это удобрение вносится в кислые почвы или вместе с удобрениями, при гидролизе которых образуется кислая среда. Например, NH4, NO3, то есть нитрат аммония. А теперь обратили внимание на данные рисунки. Ребята, вот фосфористая мука, а вот наглядно, как она выглядит. Как мы с вами видим, это слегка серовато-коричневатый порошок, а точнее даже не порошок, а маленькие гранулы. Дальше смотрим. Второй. Простой суперфосфат. Записываем формулу. Кальция-H2, ПО-4 дважды плюс две молекулы кальций-СО4. Обратили внимание? Хорошо. Простой суперфосфат получает взаимодействие фосфорита или апатита с серной кислотой. Он в воде растворяется частично и его вносят в почву как в форме гранул, так и в виде порошка. Ребята, а теперь давайте записали реакцию получения данного удобрения. Кальция-3, ПО-4 дважды плюс две молекулы серной кислоты. Получается кальция-H2, ПО-4 дважды, то есть дегидроортофосфат кальция и две молекулы сульфата кальция, кальция-СО4. И обратили внимание на данные рисунки. Суперфосфат простой, а также обратили внимание в открытом виде на цвет и вид гранул. Продолжим, ребята. Двойной суперфосфат. Записываем формулу. Кальций-H2, ПО-4 дважды. В отличие от простого суперфосфата, в его составе отсутствует балласт кальция-СО4. Двойной суперфосфат в воде растворим. И его получают по следующим реакциям. Записываем, ребята, данные реакции, где ортофосфат кальция при взаимодействии с тремя молями H2-СО4 получается три молекулы кальция-СО4 и две молекулы H3-ПО-4. Дальше ортофосфат кальция при взаимодействии с четырьмя молекулами H3-ПО-4 образует три молекулы кальций-H2-ПО-4 дважды, то есть дигидроортофосфат кальция, что и является двойным суперфосфатом. Можете обратить здесь также внимание на рисунки и на вид данных гранул. Хорошо, ребята. Дальше. Прецепитат. Пишем данную формулу. Кальций-H2-ПО-4 умноженный на две молекулы воды. Обычно его получают взаимодействие ортофосфорной кислоты с гашенной известью или известняком. Записываем данные реакции. Кальций-H2 плюс H3-ПО-4 получается кальций-H2-ПО-4 умноженный на две молекулы воды. То есть эта точка показывает, что здесь вода связана химическими связями. Дальше записываем следующую реакцию. Кальций-СО3 плюс H3-ПО-4 плюс вода. Получается кальций-H2-ПО-4 умноженный на две молекулы воды и плюс СО2. В газообразном виде выделяется углекислый газ. Теперь обратили внимание на данные рисунки. Как мы с вами видим, прицепитат это белый серый порошок. Продолжим, ребята. Аммофос NH4-H2-ПО-4 и диаммофос. Записываем также формулы NH4-H2-ПО-4. Комплексное удобрение, содержащие два питательных элемента. Азот и фосфор. Записали реакцию получения данных удобрений. Аммиак плюс ортофосфорная кислота получается дигидроортофосфат аммонием. Дальше. Две молекулы аммиака, если будут взаимодействовать с ортофосфорной кислотой, то получится гидроортофосфат аммонием. Дальше, ребята, здесь также обратили внимание на рисунки и как наглядно выглядят данные удобрения. Хорошо. Нитроаммофоска или же нитрофоска. Это также является смешанным удобрением, содержащий три питательных элемента. Азот, калий, фосфор. Записываем данную формулу для данного уравнения. NH4 дважды HPO4 плюс NH4NO3 плюс калий-хлор. И обратили внимание на данные удобрения. Нитроаммофоска. И также она выглядит наглядно. Дальше, ребята. Чтобы применение фосфорных удобрений дало ожидаемый результат, необходимо учитывать особенности разных составов и рекомендации по их использованию для различных культур. Это обязательно, ребята, потому что каждое удобрение применяется, во-первых, в определенный момент развития растений, и во-вторых, для различных растений свое удобрение. Мы подошли к концу изучения фосфорных удобрений. А теперь давайте возьмем на разбор калийные удобрения. Познакомимся с ними поближе. Калийные удобрения. Калий влияет на развитие плодов, их сохранность, правильную форму и участвует во многих других внутриклеточных процессах. Если калий недостаточно, то происходит следующий процесс. Пожелтение, побурение, отмирание. Старые листья отмирают с верхушки. Затем отмирание движется по краям, а потом и между жилками. Ожоги краев листьев, куполоподобное скручивание, гофрированность листьев, ржавые пятна, ломкость стеблей. Все выше указанные признаки мы с вами можем увидеть из данного рисунка. Вот как выглядит растение, если ему не хватает элемент калия. Дальше, ребята, ознакомимся с данными удобрениями. К важнейшим калийным удобрениям относятся первое природные соли, подвергнутые помолу в основном это минералы. Записываем данные минералы. Сильвин, калий-хлор, сильвинит, натрий-хлор, умноженный на калий-хлор, каинит, записываем формулу, это калий-хлор, умноженный на магний СО4 и на три молекулы воды. Далее записываем корнолит, это калий-хлор, умноженный на магний-хлор-2 и умноженный на 6 молекул воды. Из данного же рисунка вы можете увидеть, как выглядят природные калийные удобрения. Дальше, ребята, продолжим. Древесная или торфяная зола содержит соль калия, а точнее карбонат калия, калий-2, СО3. Обратили внимание на рисунки и как они выглядят. Это древесная зола, хорошо, а это торф. А теперь, ребята, давайте подойдем к итогу. Грамотное использование удобрений повышает урожайность. На участке защищает культура от болезней и улучшает вкусовые характеристики плодов. Обратили внимание на красивые рисунки данных плодов. Груша, яблоня, абрикосы. Дорогие ребята, я надеюсь, данная тема вам также была ясна. Вы с легкостью смогли запомнить фосфорное и калийное удобрения. А теперь, в свою очередь, я хочу попросить вас закрепить изученное на странице 119. Желаю вам удачи и до следующего урока. Здравствуйте, дорогие ребята. На прошлом уроке мы с вами познакомились с таким понятием, как безусловные рефлексы. И говорили, в общем-то, о рефлексах, которые возникают у животных и у человека в том числе. Возникают, будем говорить, в результате жизнедеятельности, но сразу при рождении. Безусловные рефлексы, как мы уже выясняли, какие они бывают, пищевые, оборонительные, половые и так далее. Сегодня мы познакомимся с вами с другой темой. Это условные рефлексы и понятие оторможения. Вы очень хорошо знаете, что, например, когда происходит дрессировка домашних животных или, например, дрессировка животных в цирке, то стараются выработать у них так называемые условные рефлексы. Итак, вы помните о том, что физиологическую, будем говорить, структуру рефлексов изучал Сеченов. Вот продолжателем идей Сеченова является Иван Петрович Павлов. Он разработал особые научные методы, с помощью которых он смог разобраться в том, каким образом, где именно, в каких отделах мозга у животных и у человека возникают рефлексы. И он создал учение о безусловных и условных рефлексах. Итак, что же такое условный рефлекс? Он не передается по наследству. Этот рефлекс требует присутствия для того, чтобы он создался определенных условий. И изначально бывает какой-либо безразличный раздражитель, а затем он закрепляется каким раздражителем? Безусловным. Многие слова сейчас, те, которые я сказала, вам не совсем понятны. Мы сейчас это рассмотрим на экспериментах, которые проводил Павлов с собаками. Итак, вот наша собачка. И если мы, например, кормим ее, у нее есть безусловный рефлекс на пищу. То есть при виде пищи, при чувстве запаха пищи у нее выделяется слюна. Это безусловный рефлекс. Теперь что мы проделываем? Собачку позовем в комнату и включаем лампочку. Лампочка собачки безразлична. Только правда в том случае, если она не очень яркая и не мешает ей. Для создания условного рефлекса лампочку мы включаем за несколько минут до кормления. Причем в таких условиях, где собака не чувствует даже запаха своей пищи. Она даже не знает о том, что ее сейчас будут кормить. Слюна при этом не выделяется. Значит, что у нас происходит далее? Мы начинаем кормить собаку в условиях, когда сначала загорелась лампочка, потом ей дали пищу. Итак, свет был безразличным раздражителем. Затем свет становится условным раздражителем. То есть тем условием, в которых собаку кормят. И у собаки выделяется слюна. То есть закрепляется особый рефлекс, который уже показывает, что как только загорается свет, значит сейчас будут кормить. Итак, ребята, давайте посмотрим. Свет был изначально условным раздражителем. И уже сразу, как только загорается лампочка, у собаки начинает выделяться слюна. Собака начала это воспринимать как то, что разожгли свет, меня будут кормить. В каких же центрах возникают дуги этих рефлексов? Посмотрите, в мозге собаки, в коре именно, мы говорим, рефлекторные дуги здесь проходят условно через кору больших полушарий, пищевой центр непосредственно в коре и слюновыделительный центр в продолговатом мозге. Как раз там пищевой рефлекс безусловно закреплен. Когда дается собаке пища, сразу возникает дуга между пищевым центром и непосредственно между слюнными железами. Итак, смотрим следующее. Когда включается свет, то зрительный центр, пищевой центр и центр выделения слюны, они еще не взаимодействуют друг с другом. Единственное, что зрительный центр чувствует, то, что свет зажгли. В дальнейшем, что делают? Когда дают собаке при этом еще и пищу, то между центрами зрительными и между пищевым центром возникает временная связь. Не забывайте, ребята, это временная связь. Формируется условный рефлекс на слюноотделение, на включение лампочки. Итак, ребята, как только в дальнейшем мы просто включаем лампочку, то тут же эта дуга, образовавшаяся уже, показывает собаке, что ее будут кормить, и у нее выделяется слюна. Вот, посмотрите, значит, причиной слюновыделения на включение лампочки является образование временной связи между зрительным центром и пищевым центром. Собака видит свет и выделяется, соответственно, слюна. Но мы очень часто, когда воспитываем своих домашних животных, у нас вырабатываются определенные условные рефлексы. Ну, к примеру, ребята, вот у вас в комнате определенным образом расположена мебель, и, скажем, какой-либо стол, имеющий острый угол, однажды вы, проходя мимо него, наткнулись, почувствовали боль, и со временем у вас выработался условный рефлекс, что именно его надо обходить. Если через некоторое время вы переставите стол с одного места на другое, то вы почувствуете, что вам здесь чего-то не хватает, у вас был рефлекс, обходите это место, хотя уже стола там нет. Итак, ребята, давайте посмотрим. Мы говорим о том, что на протяжении жизни у животных и у человека образуется множество сложных условных рефлексов. В результате этого приобретаются формы поведения. Как я уже сказала, вы, например, проходя в комнате, вы обходите стол, но кроме того, если мы стол уберем, вы еще некоторое время будете продолжать обходить это место. У нас формируются привычки или же так называемое автоматическое поведение. Ребята, вот условные рефлексы, они формируются тогда, когда мы обучаемся, адаптируемся к определенным условиям. Не только мы, но и, естественно, животные. И вот условные рефлексы лежат в основе нашего поведения, мышления, приспособления к окружающей среде. Мы понимаем, у нас возникают такие понятия, что можно, что нельзя. Опасно, безопасно. Надо сделать или нет. Можно это сделать или нет. Можно, например, я, извиняюсь, засунуть пальцы в розетку или нет. Мы не пробуем. У нас не выработался этот рефлекс. Но этот рефлекс у нас заложили наши взрослые. Они говорят нам, это нельзя. Мы говорим о том с вами, что условные рефлексы лежат в основе нашего поведения, мышления, как нам поступить, понимание, что можно делать и что нельзя, и приспособление к окружающей среде. Вот наше поведение как раз-таки и регулируется этими внутренними особенностями. Давайте немного сделаем небольшое сравнение. Безусловные рефлексы – это врожденные, а условные рефлексы – приобретенные. Безусловные наследуются, а условные – нет. Они не наследуются. Если мы говорим, что безусловные рефлексы имеют готовые постоянные дуги и характерны для каждого вида животных, то условные рефлексы, они, во-первых, не имеют готовых постоянных дуг, и каждый индивид реагирует по-своему. У каждого этот условный рефлекс вырабатывается по-своему. И условные, и безусловные рефлексы могут быть заторможены. Что же означает заторможенность, когда есть воздействие незнакомых раздражителей? Давайте представим себе такую ситуацию. Собака ела, и вдруг появляется новый стимул, новый раздражитель, зашла в комнату кошка. Если кошка незнакома этой собаке, собака ее видит, срабатывает ориентировочный рефлекс зрительный, и у собаки возникает торможение условного рефлекса, то есть она перестала есть. Если, например, кошка была ей знакома, этот новый раздражитель был не таким уж сильным, собака будет продолжать есть, слюновыделение не будет прекращено. Но если этот раздражитель очень сильный, то произойдет торможение рефлекса. Вот такое торможение называется внешнее безусловное. То есть появился какой-то внешний раздражитель, и безусловный рефлекс на выделение слюны был прекращен. Такое часто мы можем наблюдать. Предположим, мы с вами обедаем, выделяется слюна, мы нормально питаемся, и в это время за окном какой-то резкий шум. Естественно, мы прекращаем есть, прекращается слюновыделение, мы подходим с вами к окну, и вдруг мы видим, ничего страшного не произошло, просто где-то у машины лопнула шина. Это был не страшный шум, не страшный взрыв. Что мы делаем? Мы возвращаемся обратно к столу и продолжаем спокойно есть. То есть торможение произошло временное, незначительное. Но если происходит что-то более серьезное, то происходит уже полное торможение безусловного рефлекса слюновыделения. Итак, ребята, далее посмотрим. Вот мы говорим о том, что если, например, мы продолжим наш опыт. Вот наша собака, будем говорить, привыкла, у нее появилась привычка, что до того, как ее кормят, включает свет. Мы продолжили наш опыт. Свет включали, а пищи не давали. Один, два дня. И у собаки тот рефлекс, та рефлекторная дуга, которая была между зрительным центром и пищевым центром, она разрывается. Вот эта временная связь исчезает. То есть мы говорим о том, что условные рефлексы могут быть заторможены. В первом случае мы с вами видели, когда был заторможен безусловный рефлекс на пищу непосредственно слюновыделения. А здесь мы видим, что происходит внутреннее торможение, то есть разрыв временной связи. Такое торможение называется условным. Итак, внешнее торможение безусловное, внутреннее условное. Вообще наша нервная система всегда работает благодаря этим двум процессам возбуждению и торможению. Сначала у нас появляется один стимул, затем он заменяется другим. И благодаря этим двум процессам регулируется работа нашего организма. Ну, например, мы с вами едим пищу, у нас же не постоянно выделяется слюна. Мы поели, слюновыделение прекратилось. Дальше мы занимаемся чем-то другим. Здесь произошло торможение, а мы, например, с вами заинтересовались каким-то фильмом или какой-то книгой. Мы стали смотреть, возникло у нас новое возбуждение, а торможение предыдущего произошло уже. Итак, ребята, вот пример очень хороший. Скажем, постоянные звери приходили пить воду из какого-то водоема, и через некоторое время этот водоем пересох. Животные стали приходить, замечают, что уже все, воды здесь нет. Они находят новый водоем, произошло торможение, то есть исчезла привычка приходить к этому водоему, который пересох, и уже появилась новая привычка, появился новый условный рефлекс на то, что надо идти не сюда, а совсем к другому водоему. Итак, ребята, давайте посмотрим. Сегодня мы с вами познакомились с темой условной рефлексы и торможения условных и безусловных рефлексов. Это у вас параграф 34 на странице 123. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с этим параграфом, выучите его и сделайте все задания к этому параграфу. До свидания, всего вам доброго!